Здравствуй, Алиса. Пишу тебе из апреля. Мои соседи – большие фанаты дрели. Вчера читал газету, а они смотрели почти минуту и стали немного тише. По телеку все орут о большом, высоком. Слушал он нас, давился кофейным соком. Пулю загнать, прям туда, высоком. Но, к несчастью, очень от них завишу. Тут я не делаю шляп, их уже не носят. Тут я не сумасшедший, а просто осень. Не пью никакого чая, сплошное прозит. Садовая Соня с сахарницей живет. Прочие наши как-то подразбежались. Король с королевой здорово издержались. Карты-гвардейцы долго еще сражались. Справился только опытный банкомет. Мартовский заяц сидит у себя. Марти. Помешан теперь на типа винтажном арте прошлого века. Ну да, при его-то фарте. Впрочем, это дело довольно зыбко. Кот заходил недавно. Принес чай. Правда, не весь, и я его понимаю. Чешек еще продержится. Но отчаян. Осталась одна приклеенная улыбка. Кролик прижился в цирке. Ушами машет. Гусеница содержит притон. И даже все говорят, что-то свое бодяжит. В общем, блэк-джек и шлюхи. Еще стихи. Птица дудо пропала. Уже искали повсюду. Горизонтали и вертикали, диагонали. Обшарили, но снискали. Только угрюмая, авторская хихи. Знаешь, Алиса, я по тебе скучаю. Письма пишу. Ответа не получаю. Чай не пью. Но да, он остался чаем. Только его не хочется. Даже чай. Ты, наверное, выросла. Очень мило. Ты нас забыла или разлюбила? Это письмо последнее. Нет, чернила. Если ты не вернешься, то все. Прощай. Шляпник.